Очередная сенсационная новость, связанная с наркотиками и с Россией, скорее всего. В Бельгии, в порту Гент, правоохранительные органы изъяли крупную партию кокаина, расфасованного в брикетах с логотипом «Единая Россия» – «Триколор» и «Медведь». Издание Highland только что опубликовало эти фотографии, где четко виден этот логотип. Начальник местного управления полиции Патрик Уиллокс сказал, что логотип с «Медведем» и российский флаг может обозначать тип наркотиков или их производителя. Это очень трудно поверить. Вот на самом деле это выглядит как настоящий троллинг. Ну неужели в России просто все сошли с ума, либо уже напробовались кокаина до такой степени, что свою собственную партию метят вот таким очевидным образом. Сообщается, что эти тонны – это рекордные 2 тонны кокаина, около 2000 пачек стоимостью 100 миллионов евро. До сих пор в этом порту подобной партии кокаина никогда в истории не было. Контейнер с этими наркотиками прибыл из Бразилии. Интересно, что это дело очень сильно напоминает то самое, опять же, грандиозное дело в Аргентине, как вы помните, в феврале 2018 года там было обнаружено 12 чемоданов с кокаином в здании школы на территории российского посольства. При этом сам наркотик на территории посольства нашли еще в декабре 2016 года. Больше 360 килограмм кокаина предназначалось для отправки в Россию, вот в этих самых чемоданах. С территории Аргентины контрабанду курировали русскоязычные полицейские, стали известны их имена, это Иван Близнюк и сотрудник охраны аэропорта Александр Чикало. Интересно, что к этому делу были плотно подключены немецкие полицейские. 2 марта суд в немецком городе Темпельхофф арестовал предполагаемого организатора этой поставки кокаина из Аргентины, некоего Андрея Ковальчука. Как только немцы зацепились за этого Ковальчука, с ним стало все непонятно. Вот это единственная фотография, которую удалось найти журналистам канала в настоящее время, потому что персона эта достаточно засекречена. Дело в том, что его все время выдают за того, кем он не является. Андрей Ковальчук, задержанный по подозрению в организации контрабанды, был представлен как бизнесмен и якобы сотрудник фирмы Golden Mile. Несколькими минутами позже будет небольшое интервью непосредственно шефа этой фирмы, русскоязычного человека по фамилии Константин фон Босна, он же Константин Лоскутников. В тот момент прессе и всем остальным сообщили, что он якобы непосредственно связан с этой фирмой. На самом же деле немцами было установлено, что сам Ковальчук относится к системе безопасности Министерства иностранных дел Российской Федерации. Рядом с Ковальчуком на этой очень маленькой фотографии через два человека стоит офицер безопасности Олег Воробьев. А в центре седоволосый мужчина – это замглав отдела кадров МВД генерал-майор Владимир Гришин. То есть Ковальчук является не столько дипломатом, сколько КГБшником. Он отвечает одним словом за безопасность. Константин фон Босна – это русский бизнесмен, известный как основатель общества православных меценатов Германии. Он же владеет сигарным бизнесом. Смотрите, да, еще какая ирония. Русский бизнесмен по фамилии Лоскутников в Германии живет под фамилией фон Боснар, основатель общества православных меценатов и торгует сигарами. В общем, совершенно дикая смесь. Все, что из России, это странно, это невозможно объяснить. Дорогие друзья, с вашей просьбой что-то пояснить по поводу господина Ковальчука у меня застали не совсем в удобной обстановке. Лечу в город-герой Мюнхен, дабы заключить очередной контакт на поставку, как вы понимаете, не того, о чем мы все подумали. Что я могу сказать по поводу Ковальчука? Герой Мюнхен Ковальчук никогда в жизни не работал в фирме «Голден Майерд». И никогда в жизни не работал на любую другую фирму, принадлежащую мне или руководимую мной. Это первое. Как сказал один очень симпатичный человек, симпатичный мне. Кому-то он может нравиться, кому-то не нравится. Средства массовой информации, особенно РБК, прочитанные мной вчера, пользуются информацией, которую наковыряли они в носу. Не знаю, в чьем. В носу им, скорее всего, виднее. Поэтому еще раз говорю, Ковальчук никогда в жизни не работал в фирме «Голден Майерд». А единственное, что я могу пояснить. Несколько лет назад его привел ко мне в офис один высокопоставленный работник «Газпрома» Германии. И представил как полковника, руководителя спецслужб, который курирует или занимается посольствами и консульствами на территориях Европы, Азии, Латинской Америки и прочей билиберны. Господин Ковальчук, как и многие другие, естественно, попробовал наши продукты, покурил наши сигары, попил наш коньяк. А потом на протяжении всех этих лет многократно появлялся бюро с просьбой дать один образец, дать другой образец, что он попытается найти клиента, что он летает по всему миру. Он попробует, так сказать, организовать продажу наших продуктов и на этом, естественно, захочет заработать. Мы открыты всегда для любого вида сотрудничества. Поэтому он часто получал от нас какие-то образцы и коньяка, и сигары, и всего остального. Но ни одной сделки, ни одного контракта так заключено и не было. То есть чистая волкология. Вот и все. И больше сказать ничего не могу. Ковальчук заочно арестован по подозрению в организации контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию. Арестован он был в немецком городе Темпельхофф. И утверждает, что обвинения в его адрес были организованы американскими спецслужбами. Кто бы сомневался, что он так скажет. Также он утверждает, что в чемоданах, оставленных им на хранение в школе при посольстве, непонятно почему так много чемоданов, были не наркотики, а кофе, алкоголь, подарки и личные вещи. То есть 12 стандартных чемоданов. И так называемый работник МИДа, прикрытый под дипломатической деятельностью, провозит кофе и игрушки в Россию. Ну прямо как в советские времена. Вы можете в это поверить? Лично я с трудом. Итак, эта история продолжается. Кокаиновая история. Теперь новая партия в Бельгии. Если в первом случае это было практически очевидно, то во втором случае с логотипом Единая Россия. Здесь, знаете ли, все как-то либо, как говорят со временем, элита действительно деградирует и начинается кризис элит. То есть там сверху в результате коррупции отсеиваются все нормальные, умные, способные и остаются полные идиоты и наркоманы. И они начинают делать такие ошибки. Либо на самом деле это большая провокация, которую еще предстоит опровергнуть российской стороне. Пока.